Привет, мои дорогие друзья, подписчики и все-все-все-все-все-все-все. Значит так, мы приехали опять в спортивную школу, вот там спортивная школа, а я здесь зашла посидеть на ступеньках, это средняя школа итальянская рядом со спортивной, я зашла на их территорию посидеть, хочу рассказать вам, какая я рыжая, прирыжая, прирыжая, почему, как, за что, почему, и за что, и почему, и все-таки. Значит так, все, я нашла себе местечко, тут в тенечке, наконец-то, наконец-то у нас такое пекло, мы с Никитой приехали на велосипеде, я себя мокрая, я себя такая горячая, прям пригорячая. Ну, ладненько, за мою рыжесть. Значит так, все началось с того, когда меня мама родила, когда она увидела, что я родилась с рыжими волосами, она очень испугалась, и она подумала, что я от соседа, что муж ее привьет, что я от соседа какого-то, потому что у меня мама не рыжая, отец не рыжий, а я родилась рыжая. И она так боялась, короче, когда отец пришел в роддом, и когда он увидел первый раз меня, моя мама была белая от страха, а он как только увидел меня, он сразу сказал, так, она будет Галей, говорит, всех остальных ты назвала, а эту я назову, она будет Галей, в честь моей сестры. Оказывается, у меня родная тетя, родная сестра моего отца, она тоже рыжая, вот, ее зовут Галя, и вот он меня назвал в честь этой тети, которую я, кстати, ни разу в жизни, никогда в жизни не видела, ни даже фотографии, представляете? Потому что мы тогда, я родилась в Молдавии, вот, а мой отец-то татар, и его сестра живет, или жила, или живет, еще до сих пор, не знаю, живет, короче, в Татарии, и поэтому мы как-то ни разу не сталкивались, не виделись, и все такое, даже не разговаривали. Представляете, я в честь тети Галя, меня назвали в честь тети, которую я ни разу в жизни не видела, и спасибо ей, потому что меня мама хотела назвать Марта, потому что я родилась в Марте. Ой, если бы она меня назвала Марта, я была бы как корова. Марта, мало того, что отчество у меня, ну, такое, непонятно, потому что татарское у меня отчество, так еще и Марта, у меня отчество Рифатовна, я Галина Рифатовна, а была бы Марта Рифатовна, мало того, что отчество дебильное, так еще и имя, как коровья, была бы как там Марта. Вот, блин, короче, спасибо этой тете, которую я ни разу в жизни глаза не видела, я родилась рыжая, и меня назвали Галей в честь того, что я родилась рыжая. И все нормально, я была огненно рыжей в детстве, у меня было море конопушек, но у меня были, я так сяду, чтобы неудобно было, у меня были конопушки какие-то бледненькие, я мне, Бог, как говорится, поцеловал нежно, вот, он мне дал конопушки бледные, не сильно красные, как у всех рыжих, а бедные конопушки у меня, да, у меня по всему телу конопушки, вот даже на руках видно конопушки, ну, они бледные у меня, они какие-то темноватые такие, коричневые, вот. И, в общем, пока я была маленькая до школы, все любовались мною, все восхищались, вот, потому что у меня были еще и кучерявенькие волосы, сейчас у меня уже тонкие, а в детстве, да, у меня были и кучерявились волосы, вот, и я была как одуванчик, солнышко, как меня только не прозвали, еще помню я когда, и в детстве вечно, капризная была, вечно плакала, вечно в слезах, и меня, как старшие братья и сестры прозвали рыжая лягушка, типа лягушка, что постоянно в воде, постоянно плачет, рыжая лягушка, короче, прозвали. В школе меня, конечно, дразнили. И когда меня дразнили подруги мои, с которыми хорошо общались, я им как не обижалась, потому что мы шутя, они шутя дразнились, как бы подружески, вот, как бы рыжик-пыжик, а потом вот этот пыжик-пыук закончилось тем, что на меня просто пыук говорили, пыук-пыук, типа как паук, но пыук, рыжик-пыжик, потом пыжик, рыжик-пыжик, а потом пыук, и вот так вот пыук, это короткая пыжик. Ну, в общем, пыук-пыук, даже все не понимали, почему меня так называли, пыук, к чему это вообще, вот. Даже когда я, например, вышла первый раз, так, подождите, а, короче, и потому что меня постоянно дразнили в детстве, и я не знаю, черт меня, я ждала 18, когда мне вступили с 18 лет, и я пошла в парикмахерскую и перекрасила волосы в черный цвет, вы представляете, в черный, мало того, что я тогда постригла, вспомню, и сделала химию, у меня была короткая химия, еще и черная, пипец, почему в черный цвет, потому что мои волосы не берут белые, и мне, как говорили парикмахеры, что мой волос, он сильно нежный, сильно тонкий, сильно скользкий, как бы, и не брал, не осветлялся он никак, поэтому только черная краска и взяла мой волос, и я вот тогда покрасила, один раз, первый раз покрасила, первый последний раз покрасила в черный, я сама себе ужаснулась, я так постарела сразу на 10 лет, хотя мне было 18, но мне давали лет 30, вы представляете, пипец, но потом, конечно, я уже сама отрастила эти волосы, с трудом отрастила, у меня корни, когда волосы росли, у меня корни были рыжие, сама черная, я помню, я их чернилами подкрашивала, полакаю корни, чтобы не было видно этой разницы, блин, как вспомню, потом, когда уже более-менее отросли мои волосы, я их уже коротко постригла, чтобы уже черноту все убрать, и вот так вот приобрела снова мой цвет волос, но дело в том, что после черного цвета мои волосы как-то приобрели какой-то другой оттенок, не тот оттенок, что был в детстве, когда я была огненно-яркой-рыжей, а какой-то как-то медный оттенок, вот, приобрели мои волосы, и я как-то не обращала сначала на внимание, что, да, у меня действительно красивые волосы, пока я не попала первый раз в Италию. Моя сестра родная, когда еще не была замужем за своим итальянцем, и мы вместе с ней приехали на месяц погостить в Италию, приехали к ее родственникам, ее женихам, родственникам на месяц погостить в Италию, и мы как-то пошли в парикмахерскую, моя сестра хотела там сделать укладку, а мне ничего не надо было делать, потому что у меня тогда были короткие волосы, короткая стрижка, ну, уже свои, свой рыжий цвет волос, ну, вот. А у меня тогда было лет 26, я еще молодая тогда была, помню, с короткой стрижкой, и рыжие волосы мои были, и моя сестра обделала укладку в парикмахерской, а я просто-напросто сидела рядом, благо были свободные места, мне разрешили там сесть, вот, и я через зеркала как-то и видела, что вот эти молодые парикмахеры, ну, как молодые, лет 30, так, 35, вот такие вот парикмахеры, парикмахеры и мужчины, и женщины, как молодые, в общем, парни и девушки, они что-то стучковались, они все, ну, как в компании стояли, что-то стоя, переглядывались, как на меня переглядывались, и что-то о чем-то разговаривали. Ну, я думаю, что они там смотрят на меня, короче, я-то сам, и потом я, читаю, отвернулась, вот, не видела, я почувствовала, что один парикмахер молодой, он подошел ко мне, ничего мне не сказав, он мне сзади как схватил за волосы, я охренеть, извините меня за мной, я просто офигела, я просто, у меня не было слов, что-то у меня хватает за волосы, и он только сказал, скузи, ну, типа, извините, и все, и отошел, и сразу, а, еще обратите внимание, что я видела, что он, когда он меня схватил, когда я так посмотрела, это самое, в непонятке, он отскочил от меня прямо, с таким страхом отскочил, а потом мне сестра объяснила, что, короче, они, почему смотрели на меня, потому что они обсуждали мой цвет волос, потому что они не могли понять, это мой натуральный цвет волос или крашеный, потому что, вроде бы, со стороны было видно, что это мои родные волосы, но они удивлялись, почему с таким редким оттенком, вот, потому что, мне сестра тогда объяснила, что даже рыжие в Италии перекрашивают, в какой-то оттенок делают своего рыжего цвета, и они не могли понять мой натуральный цвет и с таким редким оттенком, вот, и он, я не знаю, почему у меня не спросило разрешение, видать, и у него это, как это, любопытство, короче, верх взяло, и он вот схватил по этому меня за волосы, и отскочил, отскочил, почему он отскочил, потому что он знал, что мы русские, и он боялся, что я ему дам сдачу, мы так смеялись с сестрой, вот, в общем, и я тогда потом уже убедилась, что действительно, да, у меня, это самое, как говорится, нечего стесняться моего рыжего цвета волос, вот, потому что все люди просто-напросто завидуют, дети, да, они, конечно, этого не понимают, но взрослые, они, вот, я, я просто наблюдаю, особенно в Италии, да даже на родине, когда жила, что люди просто смотрят на меня, на мои волосы, что действительно, как какие-то, ну, не в смысле, ну, я-то, конечно, сейчас не уложены, а именно красивый цвет, вот, какие у меня еще были, приключения,